Здравствуйте, любители теннис! Сегодня хочу рассказать желающим, тем, кто уже имеет определенный уровень, у кого хорошее чувство мяча, кто задумывается о подачах профи, хочу рассказать одну из самых сложных и в то же время самых эффективных подач лидера китайской сборной Фан Джин Донга. Когда я начал ее осваивать, посмотрел несколько видео, увидел, что немножко есть изменения в разных ситуациях, он ее подает по-разному, переходит от центра стола, заходит на другой вообще край, откуда обычно они подают, и следственно и подача немножко меняется. И начиная осваивать, увидел, что в этой подаче практически нет мелочей. Вот первое, он держит, вот как-то вот так начинает как-то держать, вот, то есть для чего это надо? Ну просто, что не просто вот один пальчик, а вот держится здесь несколько пальцев и строго в удобной такой хватке. То есть в момент, когда он начинает вот так поднимать ракетку и делать разгон, вот эти пальцы убираются, перехватываются, чтобы сменить угол хватки ракетки и направить ее немножко по-другому. И дать кисти свободу, вот этот момент, для разгона, для ускорения движения, то есть в полный разгон. Следующий момент, то есть когда он подбрасывает мячик, и я начал это пробовать, вот чуть выше подкинешь, рука поднимается, и если нету в нужный момент опускания, да, мячик чуть выше, он еще держишь, рука напрягается, подача не получается. Чуть ниже подкинешь, при замахе опять получается, что ты не успеваешь, тогда рвешь движение, и не можешь вложиться в полной мере в подачу. Дальше подача у него многогранная, очень сильно. Движение идет вот от такого, то есть мяч, стукаясь в стол, подпрыгивает и уходит, до вот такого, то есть заворот сюда, как обратка вот отсюда получается, несколько похоже, но за счет огромной скорости и разгона, вот этого с подъемом, как бы падаешь туда вниз и делаешь ускорение, она имеет огромнейшую скорость. Вот, есть момент, когда проносится как бы мяч рядом с ракеткой, и потом в нужный момент идет касание с мячом, и противнику приходит как бы несуразный такой момент, что мяч уже должен как бы прыгнуть, а он еще не прыгает, потому что визуально кажется, что касание уже произошло, и мячик должен уже прыгать, а мозг рассчитывает вот эту траекторию как бы от той точки касания, которую он фиксирует, а на самом деле она немножко как бы затягивается так рукой. Это не значит, что он тащит этот мячик на ракетке, нет, просто имитируя точку касания и делает ее в самый последний момент. Следовательно, идет немножко в другой точке подпрыг мяча, и противник в недоумении. Также меняет немножко угол, то есть вот сюда мяч заходит под таким, почти одно боковое, то есть очень много нюансов по мере освоения, вот я сейчас основное рассказал, каждый немножко еще к своему подойдет, то есть когда поднимается вот так параллельно вверх, ну немножко другое вращение, когда вот сюда он сильнее отводит, делает больше здесь перед собой, больше похоже на обратку, то есть разные нюансы. Главное в этой подаче, что мы подбрасываем и делаем как бы на шаг на нее, и движение, то есть, но у меня в полной мере так не получается, извиняюсь, не китайский мальчик уже, да, и спина не гнется и прочие моменты. Но принцип я разобрался, и вы дальше увидите, что подача очень хорошо крутится, уходит прям под стол, кто там обратит внимание, что там юзом дальше идет, то есть слышно такое характерное, примерно такая же сила, вот как при подаче маятников. Но учитывая, что это обратка, и примерно такое же вращение мы получаем при топорике, но здесь за счет того, что рука полностью расслабляется, имеет большую амплитуду, и разгон именно в точке касания, наивысшая скорость, мы получаем еще большее, наверное, вращение, и оно с очень непривычного угла, то есть идет сильно боковое, идет, может, даже немножко нижнее, то есть он все виды вращения в этой подаче может реализовывать. Дальше вы увидите, у меня небольшое видео, где я пытаюсь повторить некоторые нюансы, и стоит чуть-чуть изменить какую-то составляющую, как меняется вращение, как меняется, в принципе, подача. Но подача, еще раз скажу, того стоит, вот это делаем нашагивание, делаем замах, замах, то есть делаем замах, вот удобный вот сюда, и поворот, и движение. Все это делается в движении, и выбираем направление, куда эту подачу подать. Она как от одного бокового, по вращению видно, что идет ровно прямо. Если добавляем движение вот сюда, уходит сильно в сторону, где-то есть нижнее, и где-то есть провод немножко, мячика, вот так называемая задержка касания, или тонкое касание, которое дает еще сменение, смену направления вращения мячика. Вот примерно так рассказал, то есть пробуйте, пытайтесь, подача того стоит, подача очень сложная, но дает целый ряд преимуществ. Чаще всего идет завышение за счет бокового вращения мяч у противника поднимается, и вы уже смело справа ее завершаете. Вот. Также хочется сказать тем, кто задает вопросы, и вдруг мы не отвечаем. Просто есть однотипные вопросы, они формируются, и потом мы стараемся сделать ролик, в котором открыть этот аспект полностью. Вот. На этом у меня все. До свидания, до следующих встреч. Также жду вопросы, комментарии. Всего доброго. Вот так. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...